Ребята, всем привет! Это новый выпуск с Восточных Стоян. Мы находимся на базе Шумак. Это легендарное место, о котором практически никто не знает из людей. У нас лет! Здесь очень много источников. Мы сейчас находимся на слиянии трёх рек. Короткий экскурс, как ловить Хариуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикиньте? А что ты снимаешь его? Что ты такой? Если вы туда сорветесь и погибнете, то вас доставать даже никто не будет. Изморозь. Все камни мокрые, скользкие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С мягкой посадкой. А вот мы и на Шумаке. Мы прибыли на Шумак. Уникальное место. И первым делом, конечно же, идём попить знаменитую воду. Нам все сказали, что, ребят, вы на сколько приехали на 4 дня, да это смешно. На самом деле, сюда ехать надо хотя бы неделю на 2. Но мы попытаемся за 4 дня передать вам эту красоту и рассказать максимально информативно о том, какие источники здесь есть, какие процедуры делать и как можно поправить своё здоровье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, первый раз на рыбалке на вертолёте. Когда высаживаешься в безлюдном месте, обязательно надо сделать так вот. И вздохнуть полной грудью, да, Саня? Да, здесь настолько сладкий запах травы. Вот вся крутость именно в том, что ты можешь сделать вот так. А-а-а. Супер. Вода градуса 2, наверное, да? Очень холодно. Ребята, знаете, чем мы сюда приехали? Ловить хариуса. Напишите в комментариях, кто-нибудь ловил хариуса в таких местах диких? Или вообще ловили? Олег, давай короткий экскурс, как ловить хариуса. Так пойдём к реке сначала, подойдём? Первое. Нужно подойти к реке. Говну, Лася. Ребят, здесь влозь был стопудово. Пришлось сесть за полкилометра. Здесь рыбы ловят в основном в ямах. Выходишь из леса и такой видишь. Да. Насколько чистая здесь вода. На самом деле, Шумак работает круглый год. Но люди почему-то именно стремятся сюда попасть летом. Хотя говорят, что зимой здесь намного красивее. Особенно из-за контрастов, когда всё здесь покрыто снегом. Голубое небо, солнце. Здесь, кстати, очень много солнечных дней в году. Поэтому можно приезжать в любое время. Чтобы люди не заблудились, они собирают на тропе вот такие турики, столбики. То есть ты можешь идти вот здесь, вот здесь. Но точка твоя должна быть вот там, где этот турик стоит. То есть в итоге ты должен туда прийти. Это место считается местом силы. То есть здесь сливаются три реки. Туристы собирают вот в этом месте вот такие столбики, туры. Они верят в то, что вот они соберут такой тур. Если вода поднялась и смыла их тур, соответственно, их желание сбудется. Источники начинаются выше. Она даже дозирована. Обалдеть. Кстати, очень вкусная. Чуть-чуть на боржами похоже. Чуть-чуть. Она прямо такая, лайтовая. Мне очень нравится. Вот вы говорите, она очень вкусная. То есть вам понравилась. Это говорит о том, что в этом источнике содержатся соли и минералы, которые вашему организму как раз-таки не достают. Если хотите узнать, где источник, вот такая трясина, это первое, что говорит о том, что это ключик под водой. То есть здесь можно спокойно воду попить. Она чистая, хорошая. Наверное, одни из самых таких известных источников. Акванай – это имя дедушки из деревни бурятской, Хайтагол, который приходил именно на шумак и пил воду именно с этого источника. И у него камни в почках расходились. Но надо сказать, что если вы действительно знаете о том, что у вас есть такая проблема, то лучше здесь этим источником не злоупотреблять, потому что камни пойдут сразу. То есть начнется процесс выхода, шевеления. То есть если, допустим, погода нелетная, или вдруг вы пришли самостоятельно пешком, ну, могут быть печальные последствия. Я думаю, даже не обязательно читать, для чего эти источники. То есть никто не ошибется. Источник 52 – это источник мужской силы. Источник 51 – мужское упрямство. Вот в этих ямах как раз Хариус выводится, похоже. Сейчас проверим. Да, любители нахлыста здесь, конечно, кейфанули бы. Мы идем через кедровый лес. Просто все это кедр. Смотри, какой хороший. Ага. Жарехи быть. Расчехляем удилище. Олег, вот смотри, вот там вот прямо в ямку, в серединку закидывай. Вот он вот там вот, да, стоит. Ага. И так и надо, да? Подкидываешь и подтаскиваешь, да? Да, чтобы эта зареза как шла поднушкой. Продолжение следует... Олег, Хариус вкусная рыба? Очень, да? Не ел народу. Мы находимся в горах восточного Саяна. Это Шумак, легендарное мистическое место, где люди лечатся от четвертой степени рака. Здесь настолько крутые источники, о которых мы вам расскажем чуть позже. А сейчас мы пытаемся поймать крупного Хариуса. Это уже покрупнее. Ясь! На самом деле это не ясь, это Хариус. Ребят, здесь столько рыбы, что можно руками ловить. Сейчас покажу, как Хариуса ловят руками. Поймал! Нифига себе! Прикиньте? Класс. Олег, а ты мушки, мушки. Он руками клюет. Все источники, они находятся буквально рядом друг с другом. Почему они имеют разную структуру? Это же, скорее всего, источник один. Просто они растекаются в разных местах. На самом деле, научно доказано, что каждый источник идет по отдельно отведенному грифону, как по трубке. И поэтому они не перемешиваются. Это как раз такие зимовья, в которых живут туристы, которые приходят самостоятельно. Никто не живет. Для человека, да, который идет несколько дней по горам, под дождем, под снегом, это вообще идеальное место для жизни. Потому что здесь посушить можно, здесь сухо. Даже сейчас мы зашли здесь. Здесь хорошо. Классно, тепло, не ветром. Светло. Источник номер один от рака. Но на самом деле, говорят, что он раньше не был подписан как источник от болезни рак. А был подписан как источник вера. Это веточка, которая показывает погоду. Елки, они реагируют на влажность воздуха. Но это не что иное, как барометр. То есть, вот сейчас она показывает вот такую переменную облачность. В общем, ребят, нужно оставить подарок обязательно. Попить из 55-го, из 57-го. Сделать такой коктейль из двух источников. И попросить семейного благополучия. Настюх. Проверим. Да, посмотрим. Засекайте 9 месяцев. Ой, блин. Эта база, Шумак, была построена не так давно. Она начала функционировать с 2006-го года. И за это время здесь очень классно был организован быт для проживающих. Здесь есть комфортные домики. Есть кухня и даже небольшой магазин. Буквально несколько лет назад здесь паслись кони. Здесь местные жители водили сюда туристов конным извозом. Дорога длится порядка двое суток. И здесь совершенно все по-другому было. Вся трава была вытоптана. Практически уничтожены все эти источники. Но сейчас все благоустроили, облагородили, оградили от коней специальным забором. И вы можете приехать сюда насладиться и подлечиться. Добраться сюда можно только воздушным путем, либо придя пешком через Шумакский перевал. Как же круто, когда наладилась покупка. Сейчас Олег мне удочку отдаст, попробую половить еще хариуса здесь. Как объясняешь, только кто-то плюет в лицо. А это водопад. Моя первая рыба, ребята, смотрите. Небольшой хариус. Блин, он огурцами пахнет. Ребят, смотрите, какой я камень нашел. Говорят, что это белый нефрит. Стоит 10 тысяч рублей за килограмм. Возьму с собой. Миша поймал. Наконец-то, Миша. Вот это рыба. Рыба моей мечты. Миша что-то поймал опять. Видал, какая классная? Сейчас зажарим. Сейчас покажу, как хариус саловится. Кстати, интересная снасть. Мушки и поплавок. В конце пистогрузила поплавок, который является грузилом, и он плывет по поверхности воды. Еще один хариус небольшой. Красавчик. А что добытчик? Ну, смотри. Смотри, крупный какой. Нифига себе. Вот этого я здоровенького тащил. Хорошего вообще. Вот этого крупненького тащил вообще. Офигенно. А сейчас вы посмотрите, как мы зашли в гости к местным жителям. Они так называемые браконьеры. И посмотрите, как они реагируют на камеру, как они вообще себя показывают, и как они относятся к природе. То есть из этого разговора вам станет сразу все понятно. Здесь же не должно быть охотников. Ну, то, чтобы выстрел рядом с нами. Мы газ вот. Газ. Баллончиком нахуй. Не знаю, так делать. А что? Есть охотники, если уходят? А что надо? Как охотники не должно быть? Охотиться нельзя. А что ты снимаешь вообще? Что ты такой? Да я в гости приехал посмотреть. Нормально, чертся. Прилетел? Ну. Вам удачи. Мы пошли. Мы хотели просто вас спросить, как у вас дела, а вы ругаетесь. Нет, почему ругать? А вы пришли. Зачем ругаться? Садитесь. Да мы пришли. Да вы ругаетесь. Здесь нельзя производить добычу, то есть нельзя охотиться. Допустим, вчера мы шли, мы слышали выстрел. Также было, когда мы в том же направлении шли, только в обратную сторону туда, был выстрел, и через какое-то время перед нами проехали на коне, там мешок весь в крови, то есть они кого-то разделали, добыли уже из зверей. У Бурят традиция просто прийти по традиции на это место, попить воды, пожить в этих зимовьях, ну и соответственно поохотиться. О, кислотой пахнет. По муксусу пахнет. Да, муравьиная. Они тебя пусали, да? Нет, они не кусают, они прыскают. На самом деле это самое лучшее средство от клещей. Вот если вы куда-то там в лес идете и клещей там, ну опасаетесь, да, то нужно верхнюю одежду снять и положить на муравейник. Немножко похлопать, потом стряхнете всех муравьев и вообще вам никакой клещ, это самый главный враг клеща. Вообще ядрено. Вообще правильно в роду не сидеть и так по сердцу, чтобы нагрузка на сердце меньше была. И вот грязью тоже мазаться нужно, чтобы сердце не намазывать, если спину и сердце не мазать. Но мы сидим вот так по горло, и вот часы 10 минут давно. Но говорят, что если 10 минут сидишь, то спать хочется. Если не собираешься спать, то надо посидеть 7 минут примерно и валить. Природная спа. Когда вот так делаешь, волосы разлить хорошо. Говорят, да, то есть человек с пульсами, ну и как с... Очень непонятно. Короче, когда наводишь на камеру, несу всякую хуйню, поэтому лучше убери. Ребята, пишите, пожалуйста, фидбэк побольше, ну вот про Рому. Рому никого не смотрит на ютюбе, не читает комментарии, кроме там, где он снимает свое видео. И он всегда сидит, читает, присядет комментарии, что ж там про него люди думают. Нормально к хейтерам отношусь, он не всегда есть у всех. У меня нет. Какой ним сейчас нарисует. Великая Невидаль, Конрошов разводит костер. Сань, как у тебя успехи? Здорово. Так, где-то у нас здесь был чайничек. Чайничек берем. Самое классное, что не надо возить воду с собой. Сейчас зачерпнем свежачка, поставим кипятиться. Что у нас за чай в меню, Олег? Шершилифом. Серьезный подход. Хотели приготовить Хариуса, но вспомнили, что у нас есть Рома на базе. И решили приготовить все-таки рыбу там. Было очень много случаев, когда люди приходили сюда с четвертой степенью рака и излечивались. Сейчас мы пойдем на источник, в котором можно умыться, и у вас сразу улучшится зрение. Многие люди набирают отсюда воду, чтобы привезти ее домой и в течение года поддерживать себя и лечиться. Глаз в кружку надо. Да, да, да. Будет щипать. Руками только не трогать. А, щипет хорошо. Должно щипать. Вы же постоянно находитесь с техникой, постоянно компьютер. Сань, посмотри сюда. Чувак, дайте выделиться лицо. Посмотри в камеру. Он ослеп. Трогать нельзя, да? Нет, нельзя. Потому что сейчас у вас, ну, глаз, это же открытая оболочка скризистая. Сейчас она полностью у вас очищается, потому что, ну, то есть там серебро, поэтому сильно щипет. В конечном счете она перестанет щипать, и прямо редкость картинки будет лучше. Видите, как булькает? Трын-трын-трын-трын-трын-трын. Это что такое? Это свежий выход к сероводороду. Это вот это грязь, да? Это грязь, да. То есть грязь наносится локально на те места, которые там болят. Самое главное не наносить на область, где сердце, да, и со стороны спины. Ребята, это Датсан. Пошли за ним. На самом деле это Дуган, потому что у Датсана немножко, ну, форма крыши другая. Но принцип тот же. То есть это буддистский храм. В Датсан, когда вы заходите, дверь оставляется открытой. То есть вы внутрь заходите, за собой дверь не закрываете. На порог наступать нельзя. Шапки снимают все и мужчины, и женщины. Если есть там монетки, конфетки, то оставляют там на аренду. Сань, что писать можешь? Да. Что напишешь? Подписывайтесь на канал Александра Кондершева. Шучу. Я пишу спасибо, Шумак. Все кайфанули вообще. Ну что, вода вообще ледяная, да? Какая температура? Пять. Ром? Три. Я думаю шесть. Пойду мне. Ром, достань айфон. Примерай, Рома. Ты меня развел. Это айфон, б***ь. Это айфон, Ром. Ну и розыгрыш жесткий. Очень близко. Шесть. Шесть градусов. Короче, я реально подумал, что это... Ну, я не подумал, что это айфон, но это странно, как он там оказался вообще. Это Шуман, брат, Ром. Сегодня классная погода, два дня лил дождь, а сейчас идем на водопад. Медведь рыл. Смотри, как он выкачивал. Медведь с***. Сожрал запасы бурнадуков, и бурнадуки голодные остались. Еще одна очень важная информация. Бурнадуки собирают на зиму себе примерно два ведра кедрового ореха. А Миша спрашивает, а говно куда? Отвечаем на вопросы. Потом весной у них получается два ведра говна. Короче, тут, ребят, нифига не шутки. Смотрите, какие обрывы. Если соскользнешь, шансов выжить немного. Но вот на таком обрыве ты уже вряд ли удержишься. И полетишь туда кубарем. Если вы туда сорветесь и погибнете, то вас доставать даже никто не будет. Если у ваших родственников, либо у вас нет больших денег. А если вы живой, то вас МЧС достанет. Поэтому лучше быть живой. Самый главный вопрос за телефоном. А человек жив? А он очень жив? А на сколько жив? Серьезно? А на сколько жив? Ребят, сами понимаете, что сюда надо только бортом лететь. Слова скружится. Сорита. О, изморозь. Ночью был минус. Поэтому все камни мокрые, скользкие. Вы не. Вода холодильщая только потаяла. Идет в горку сверху. Руку держать даже несколько секунд невозможно. Замерзает. Супер. Человек-паук. Смотри, как он ноги раскорячивает. Ну что, мне легко? Вообще элементарно. Кондрашок полез. Короче, ребят, преодолели. Это седьмой уровень сложности. Примерно. Ну, Эльбрус где-то рядом. Ха-ха-ха. Готовимся к рыбалке. Олегу сдали классное место недавно. Мы сейчас его будем проверять. Саня, вон, пошел уже. Получил удочку и кинул всех пацанов своих. И пошел рыбачить. Снова на рыбалочке. Место шикарное. Наверное, самое глубокое место на этой реке. Короче, поймал первую в своей жизни рыбу. Вот такая вот. Мне так ее жалко. Не представляете. Очень прикольный опыт. Что, не клюет? Ну, чего? Ну, видно. Там видно, прям Хариус плавает. Где? Вот там, где водопад. Че это жилье, ребят? Прикиньте. Генератор стоит. А там чья-то ночлежка, короче, скалочная. Серьезно? Да, палаты такие, знаешь. Камень долбили. Камень долбили, да? Отчетливо видны копыта. Это либо лось. Ну, не похоже на лось. Коза, скорее всего, какая-то. Так, у нас уже времени вообще нету, да? Все, нам уже улетать. А сколько времени? 15.44. Там в 5 надо быть уже в воздухе. Обратно. Ну что, ребят, выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели. И наша поездка заканчивается. Летим в Москву. Как всегда, мы съездили очень круто. Красота какая, да? Ну все, приятного аппетита. Да давай нормально. Спасибо. 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 Спасибо.